Красота женщины видна в ее глазах. Это дверь к сердцу, где живет любовь. Так любила говорить замечательная актриса Одри Хепберн. Ее глаза олененка Бэмби влюблялись с первого взгляда. Она покорялась всех своей добротой и естественностью. Аристократичная семья, занятия балетом и классической музыкой воспитали в юной леди безупречное чувство вкуса. Она стала символом 60-х и навсегда останется иконой стилей и вдохновения для дизайнеров. Вспомним самые яркие кадры и составим образы а-ля Одри вместе. Значит, вот так? Короче. Вы действительно уверены? Да. Ну вот и все. Отлично получилось. Вам так идет эта прическа? А началось все в 1953 году после выхода фильма «Римские каникулы». Одри прямо в кадре смело подстриглась под мальчика, тем самым стала фавориткой для всех модниц. Актрисе этот фильм принес Оскар, а нам подарил стиль кэжуал. Вероника, расскажите, какие наряды из этой киноленты стали вечными трендами? Настоящим трендом стал самый простой элегантный предмет гардероба – белая рубашка. Одри продемонстрировала, как носить изначально мужской предмет гардероба, как настоящая леди. Образ дополнила юбка-колокол на широком ремне. Но деталь, которую стоит подметить, – это чуть приподнятые рукава рубашки, которые придают образу легкую небрежность, хотя на самом деле он четко и правильно продуман. А на съемках фильма «Сабрина» актриса знакомится с дизайнером Юй Брэм де Живанши и навсегда становится его музой. Кутюрье создал уникальный стиль кинодивы в духе минимализма с узкими юбками и приталенными жакетами. Творческий союз французского дизайнера и актрисы стал плодотворным для индустрии моды, не так ли? Более 40 лет актрису и Кутюрье связывали не только творческие, но и теплые дружеские отношения. Одри наряжается в трапециевидное платье, гуляет по улочкам Парижа в бежевом тренче, широком пальто и элегантных лодочках. Все это луки от Живанши, которые стали неизменной классикой. У актрисы гармонично получалось избегать каблуков. Ее любимой обувью были балетки и лоуферы, которые делают девушку еще более трогательной и романтичной. Вероника, все же я думаю, вы со мной согласитесь, что самым легендарным остается образ безупречной Холли Галайтли из фильма «Завтрак у Тиффани». Конечно, изысканное черное платье-футляр от Живанши отличалось от именитого Шанель отсутствием рукавов и воротника. Оно имело круглую горловину, было длиной до щиколотки и имело прилегающий силуэт. К слову, героиня Холли Галайтли знала ток в аксессуарах. Роскошные серьги и колье, солнцезащитные очки на пол лица, замысловатые шляпки и длинные перчатки. Каждый выход в свет героиня Одри доводила до совершенства. Диадема в волосах и нить жемчуга навсегда останутся в истории кино и моды. Поддержу тему аксессуаров. Почти мотоциклетные шлемы, огромные очки с выпуклыми стеклами в белой оправе стали настоящей визитной карточкой фильма «Как украсть миллион» и настоящей мечтой модниц того времени. На какие еще детали мы должны обратить внимание, чтобы быть похожими на Одри? Прекрасный вечерний аксессуар, кружевная маска на лице также родом из этого фильма. Особенно популярными после киношных образов Одри стали платки. Она повязывала их на шею, носила вместе с тренчем и очками. Леггинсы, платья-рубашки, мини-шорты, капри – всем этим мы также обязаны Одри Хепберн. В каких фильмах мы можем взять уроки по стилю? В укороченных брюках актрису можно увидеть в фильме «Любовь после полудня». Она их сочетает с широкими свитерами, шелковыми блузами. Кстати, с брюками по щиколотке нужно быть аккуратными. Они могут прибавить лишние килограммы. Поэтому вбираем брюки, слегка зауженные книзу, и делаем акцент на верхней части образа. В фильме «Забавная мордашка» Одри щеголяет в платьях без рукавов А-силуэта. Все образы в духе 50-х в стиле нью-лук, идеально подчеркивающих женскую фигуру. Куанский хвост, прямая челка, прямые волосы, убранные наверх. Все эти прически предпочитала Одри Хепберн. Какой макияж предпочитала кинодива и как нам накраситься в стиле Одри? Актриса любила повторять. Макияж может сделать вас красивее снаружи, но никак не приукрасит вашу душу. Фирменным знаком Одри были черные стрелки и густо накрашенные ресницы. Она использовала натуральный тон и подчеркивала свои густые и естественные брови. Чтобы губы стали соблазнительными, говорите добрые слова. Чтобы глаза были красивыми, излучайте добро. Такими секретами красоты делилась Одри. В ней не было ни капли высокомерия, она излучала внутренний свет. С такой замечательной, с теплой улыбкой и осиной талией мы запомним маму двоих сыновей, дважды лауреата на премию «Оскар», посла доброй воли и икону стиля Одри Хепберн. С вами были Ольга Демидова, Анастасия Макеева и Сергей Курков. Специально для программы «Утро» студия «Хорошего настроения». Субтитры создавал DimaTorzok